Георг Гокеншмидт, известный в 20 веке немецкий прибалтиец, развивший мускулатуру тела до таких качественных характеристик, благодаря которым смог установить первый мировой рекорд, в том числе и в истории русского спорта. Он одной рукой выжил гирю, весом 116 килограммов. В 1911 году вышла книга Георга, где описана та самая система, способствующая здоровому физическому развитию и долголетию. Гокеншмидт считал, что 20-минутные ежедневные тренировки поддерживают тело, способное противостоять болезням. По новому летоисчислению, русский лев, как позже его прозвала общественность, родился в 1877 году в Дёргте, современное название этого эстонского города — Тарту. В семье немца и эстонки он был старшим ребенком, воспитывался вместе с младшим братом и сестрой. Родители обладали среднестатистическим телосложением, а вот дед по материнской линии, которого, кстати, никогда не видел Георг, отличался по росту и силе. В своем жизнеописании Гокеншмидт вспоминал, что мать говорила за схожесть своего старшего сына с отцом, только последний был еще выше. Будучи самым сильным среди сверстников, мальчишка считался предводителем детской армии. К тому же, начиная с раннего возраста, Георг Гокеншмидт увлекался физическими упражнениями. Он понимал, что имея отличительную внешность, он во многом превосходит своих товарищей, поэтому занятия спортом необходимы ему для поддержания силы. В 10-летнем возрасте парень пошел учиться в Дербское общеобразовательное учреждение, именуемое тем временем реальным училищем. Георгу сразу понравился предмет физического воспитания, особенно гимнастика, и в 1891 году он стал призером состязаний, проводимых среди учащихся училища. Эту победу сразу опубликовали местные газеты. Гокеншмидт писал, что в то время он был лучшим игроком в городке, мог преодолеть в прыжке 1,9 метра в длину и 1,4 в высоту, правой рукой 16 раз, а левой 21 раз выжать 13-килограммовую гантель. А расстояние в 180 метров пробежать за 26 секунд. То есть, Георг Гокеншмидт, биография которого наполнена победами и признаниями, уже в юношеском возрасте имел предпосылки стать чемпионом. Окончив 7-летнее училище, в 1895 году юноша переехал в Ривель, современный Таллинн, где пришел учеником в машиностроительный завод для получения профессии. Георг предполагал работать инженером, одновременно занимаясь своим физическим здоровьем. Однако вступив в ряды членов атлетического и велосипедного клуба, парень не на шутку увлекся спортом, и даже получил несколько призов в велосипедных заездах. В холодное время года Георг уделял внимание тяжеловесным занятиям и борьбе. Если в первом увлечении у юноши был успех, то в рукопашных схватках он уступал своим товарищам. Осенью 1896 года Гак познакомился с Георгом Лувихом, на тот момент уже профессиональным борцом. В спортивном клубе с вновь прибывшим спортсменом все желающие могли испытать свои силы в рукопашном поединке. Естественно, исходом было поражение ревельских борцов. Георг Геккеншмидт, тренировки которого были направлены на поднимание тяжестей, также вступил в состязание со своим тезкой. В автобиографии русский лев упоминал этот поединок и делился чувствами с читателем, мол, Лувих запросто мог положить технически неподготовленного соперника, хотя по силовым характеристикам он ему не уступал. Публичный на офицерском собрании, Георг Лувих в первой схватке сразу положил Георга, а во второй ему потребовалось 17 минут, чтобы лопатки Геккеншмидта коснулись пола. Задетая гордость начинающего спортсмена способствовала усиленным рукопашным тренировкам, в результате чего в скором времени борец положил всех членов своего спортивного клуба. Где-то в 1897 году парень получил на машиностроительном заводе травму руки. «Это заставило меня обратиться за советом к врачу», — пишет Георг Геккеншмидт. «Путь к силе и здоровью» — книга, позже изданная спортсменом, содержит целую главу, посвященную питерскому доктору Краевскому, тому самому человеку, которому обратился юноша с болью в руке. Владислав Францевич Краевский был сторонником тяжелой атлетики и основателем аналогичного спортивного клуба в Санкт-Петербурге. 56-летний доктор, когда впервые увидел подготовку Георга во время осмотра больной конечности, сразу предрек профессиональное будущее атлету и предложил перебраться к нему в Петербург. Узнав, что Владислав Францевич тренировал Лурих и то, что у Георга есть предпосылки стать самым сильным борцом, он, недолго думая, отправился в 1989 году на встречу к своей мечте. Как представил доктор Краевский в Петербурге остальным атлетам Гака, описал историк Олаф Лангсёп. Георг Геккеншмидт, книга о жизни спортсмена, содержит отрывок, повествующий о рельефном теле, без жира, с бицепсами в 45 сантиметрах и невероятно широкой спине. Такой мускулатурой не мог похвастаться ни один из атлетов петербургского клуба. Перебравшись в Петербург, парень поселился у своего друга и наставника Владислава Францевича, который, в свою очередь, жил один в огромном доме на Михайловской площади. Гимнастическое зало было оборудовано тренажерами для развития силы, гантелями и штангами. Одна из комнат была увешана портретами известных атлетов, и борцы, приезжавшие в Петербург, обязательно посещали гостеприимный дом известного доктора. При этом каждый из них подвергался взвешиванию, измерению и исследованию. Возможно, такое обширное изучение разных людей с физическим развитием послужило созданию краевским своей системы тренировок. Скопление в одном доме спортсменов и прилюдное взвешивание способствовало выработке стремления у каждого из присутствующих атлетов стать лучше других. Георг Геккеншмидт, фото которого являются примером для подражания того, как должно выглядеть здоровое и красивое мужское тело, никогда не прикасался к табаку и алкоголю. Он пил исключительно молоко. Георг тренировался с Владиславом Францеевичем после принятия купальных процедур. Они, не вытираясь, поднимали вдвоем тяжести, пока полностью не обсыхали. Главное правило для здорового человека, установленное краевским, это восьмичасовой сон. В 1989 году Гак выталкивал одной правой рукой штангу в 110 килограммах, а лежа на спине двумя руками, 151 килограмм. Весной того же года Георг Геккеншмидт выиграл звание чемпиона России по подниманию тяжестей. На вытянутых руках над головой он продержал вес 114 килограммов, что на один килограмм меньше мирового рекорда, установленного французом Бонном. Затем на соревнованиях в Петербурге победил за 45 минут французского борца Павла Понса, и за 11 минут уложил на лопатки Янковского. Начинается подготовка спортсмена к чемпионату Европы. Чтобы привыкнуть к публике, Краевский направляет Георга, как борца и атлета, выступать в Рижский цирк. После тренировок команда атлетов из Петербурга во главе с доктором направляется на чемпионат Европы в Вену. Результатом соревнований стали звание и золотая медаль для Геккеншмидта. 1899 года Георг выиграл чемпионат Финляндии, поборов 20 противников. В этом же году стал призером чемпионата России. Травма физическая и душевная, в каждом спорте не обойтись без травм. Во время тренировки по подъему тяжести парень повредил сухожилие в правом плече. Эта неудача сопровождалась долголетней болью. Но несмотря на травму, Георг Геккеншмидт отправился в это время на чемпионат в Париж. Два боя он бесспорно выиграл, один за 18 секунд, второй за 4 минуты. Потом в одной из подготовительных тренировок у Гака произошел вывих плеча. В результате правая рука ослабевает. Еще два поединка Георг выстоял, а потом решил выйти из чемпионата. Французский врач предупредил юношу, нужен покой на 12 месяцев. Полгода лечил руку Георг, и весной 1900 года начал опять упражняться. Летом борец завоевал два титула, чемпион Санкт-Петербурга и чемпион Москвы. Еще не одна победа была взята в истории спортсмена, в том числе и на всемирном чемпионате в Вене. В 1901 году умер доктор Краевский, и это стало огромным потрясением для всех атлетов, тренировавшихся по методу Владислава Францевича. После пережитых травм, парень сделал небольшой перерыв в борьбе и уехал в Германию. И уже в 1902 году стал мировым рекордсменом, подняв за спиной 187 фунтов при согнутых коленях. Позже со связанными ногами сто раз перепрыгнул через стол. В 1908 году вышла книга «Как жить через год путь к силе». Выйдя на пенсию, мужчина увлекся философией. В 1936 году свет увидел книгу «Человек» и «Космический антагонизм разума и духа», автором которой был профессиональный спортсмен. Среди перечисленной литературы из-под пера Георга вышли книги «Три вида памяти и забывчивость», «Сознание и характер». В 1950 году Гоккеншмидт сменил гражданство, став гражданином Англии. Через 18 лет, будучи в здравом уме, умер на 1991 году своей жизни.